Музеи, галереи и выставочные залы в городах и селах края ждут своих посетителей 20 мая с 19.00 и до двух ночи 21 мая. Акция «Ночь музеев» пройдет под девизом «История и истории». Открытие музейной ночи будет на улице Мало-Тобольской. Режиссером выступает Елена Калетина. И это будет театрализованное действие, посвященное старинному городу Барнаулу и передаче памяти от поколения к поколению о нашей истории, о нашей стране. Оттуда музеи будут собирать группы и везти их на свои площадки, сопровождая пешие экскурсии по исторической части города. Более 103 музеев в регионе и 45 в нашем городе. Вот представляете, когда мы начинали в 2006 году, их было 14. И тогда у нашего населения был шок. Почему? Потому что 14 всегда думали, что 3 всего – художественные, краеведческие, гмелика. Все. А оказалось 14. Тогда это было прям культурный шок. Сейчас 45 на минуточку. В этом году заявлено 5 новых участников – музей музыкальных инструментов, музей колоколов, а также выставочные площадки зоопарка «Лесная сказка», центра «Немца Алтая» и краевого отделения российского детского фонда. И за пределами Барнаула готовят интересные программы. Я бы предложила съездить в музей Германа Титова, в Полковниково, потому что это тот музей, который проводит сразу мероприятия на нескольких площадках в трех своих зданиях. И начинают они свою программу с космического бала, где каждый желающий сможет изучить отдельные какие-то элементы бальных танцев, других танцев. В этом музее запустят в святую всех святых каждого музея фонда-хранилища. Главный хранитель проведет экскурсию. Эксперты советуют посетить музей Чуйского тракта, Бийские и Шипуновские краеведческие музеи. Сориентироваться в культурном пространстве поможет новинка года сайт музейной ночи ночмузеев22.рф. На нем можно посмотреть программу каждого музея, условия посещения и время работы. Входной билет в 14 учреждений культуры будет стоить 100 рублей. Остальные площадки можно посетить бесплатно. Кстати, уже открыта предварительная продажа билетов, и специалисты рекомендуют приобрести их заранее. Также в Ночь музеев традиционно продлят работу общественного транспорта. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.